друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua сегодня поговорим о смартфоне бюджетном doggy voyager 5-дюймовый dg300 модель называется это двухъядерный смартфон вот такой вот он внешний вид у него давайте рассмотрим сразу же комплектацию что что там поставляется у нас в комплекте есть вот такой вот интересный чехол книжка очень удобный который будет одеваться вместо основной крышки есть окошко через которое мы сможем например видеть время то есть это довольно таки удобно далее есть зарядка usb кабель гарнитура и оригинальная пленка под этот смартфон смартфон у нас 5 дюймовый спереди у нас две сенсорных кнопки меню назад они светятся если на них нажимать и механическая кнопка домой сверху датчик приближения датчика освещения фронтальная камера на 1 3 мегапикселя и динамик с этой грани качелька громкости плюс-минус сверху разъем под наушники с этой грани есть кнопка включения выключения снизу разъем micro usb 2.0 и микрофон сзади крышка выполнена у нас из пластика пластик такой как бы рифленый остаются отпечатки пальцев есть 5 мегапиксельная основная камера вспышка и логотипы doggy защелка для вскрытия крышки вот здесь вот находится крышка вскрывается очень сложно очень тяжело можно ногти поломать еле-еле открывается эта крышка наверное это плюс значит под крышкой у нас есть аккумулятор аккумулятор здесь на 2 с половиной миллиампер часов скорее всего это немножко неправдивая информация я думаю в районе двух тысяч здесь есть аккумулятор сто процентов значит один слот у нас большой второй микро под симку и услуг под micro sd карточку так принципе больше таких нюансов здесь нет давайте будем включать смотреть хочу сказать от себя что сборка меня устраивает сборка хорошая телефон монолитный нет не хрустит не трещит не люфтит ничего нигде крышка закрывается очень плотно поэтому по корпусу по сборке я могу сказать однозначно что это плюс этот вот ободок который якобы металлический это не металл это пластик наверно просто хромирован смартфон 5 дюймовый двухъядерные цена в украине из наличия приблизительно где-то будет 100 105 долларов то есть бюджетник самый самый настоящий давайте посмотрим технические характеристики что здесь у нас есть мтк 6572 набирает смартфон порядка десяти тысяч баллов в antutu я уже тестировал вот 9 500 а это скриншот другой модели был вот 9 500 вот этот вот результат значит по характеристикам это мтк 6572 это мали 400 960 на 545 мегапиксельная камера здесь всего лишь 512 мегабайт оперативки 4 встроенных карта память памяти у меня стоит на 16 процессор двухъядерный 6572 с максимальной частотой работы 1.3 гигагерца двухмегапиксельная кстати фронтальная камера я говорил 1.3 ну а камере немножко позже значит количество точек касания в этом смартфоне их две какие есть датчики можно посмотреть через the device test здесь есть gps вай фай bluetooth акселерометр кироскопа сразу же нету есть вспышка датчик приближения датчик освещения вспышка средненького уровня то есть но особого тут никаких фотографий не сможете сделать серьезно и прошивка на русском языке полноценный русский язык 422 android все более чем стандартно нареканий в принципе нет немножко так вот подлагивают рабочие столы но принципе для бюджетного процессора это наверно один из самых больших минусов этой модели экран здесь было заявлено производителем что здесь айпиес но вот вот с такими углами обзоров никакой это не айпиес это бюджетная недорогая матрица значит по яркости здесь уровень яркости тоже невелик то есть ну вот это максимальный уровень и минимальный уровень не особо отличается вот я ставлю немножко менее около 75 процентов а так конечно экран немножко подкачали они производитель и качество изображения не сильно мне нравится не нравится мне качество это даже вот так вот скажу ну вообще бюджетный бюджетный экран такой что касается звучание смартфон имеет довольно таки громкий внешний динамик сейчас вам это продемонстрирую не могу сказать что он идеально чистый но в принципе нормальное что меня удивило мне понравилось как звучат наушники в этом смартфоне далеко не каждый mtk 6592 процессор точнее смартфон на этом процессоре то есть это 8 ядерные новинки будет будет также звучать как эта модель поэтому по звуку однозначно музыку слушать можно мне это понравилось качество при разговоре с собеседником через sim карту тоже без нареканий слышно хорошо микрофон тоже работает отлично воспроизведение видео смартфон с легкостью воспроизводит youtube видео с видео в формате full hd работает он не сильно хорошо немножко подлагивает видео видео в формате 720p запускается отлично без лагов но если говорить конечно о том какое видео вы будете смотреть на этом смартфоне то я думаю даже даже 720p это большое разрешение и не нужно в таком разрешении записывать для этого смартфона фильмы чтобы допустим смотреть потому что она разрешение экрана здесь 960 на 540 выше этого и выше этого показателя вы не прыгнуть по производительности 512 мегабайт конечно ограничивает смартфон при воспроизведении таких самых таких топовых игрушек но в принципе во все основное в dead trigger 2 в most wanted можно будет играть про какие-то мелкие flash игры там по 100 по 50 мегабайт я уже молчу продемонстрирую вам только nfs most wanted потому что ну я не считаю что это такой супер игровой смартфон это бюджетник на две с половиной тысячи миллиампер часов на бумажке я бумажку также вскрывал смотрел на под бумажкой что там написано на аккумуляторе там ничего не было написано в принципе нормально работает аккумулятор сейчас покажу вам тесты какие у меня получились тестил я его в antutu тестере это 657 баллов это довольно таки высокий показатель я уже таких показателей с тестами современных 8 ядерных смартфонов просто отвык там таких показателей нет и 3 часа 48 секунд вот со 100 процентов до 15 это в режиме youtube а с максимальной яркостью плюс включен вайфай естественно и воспроизводилась видео плюс обращаю ваше внимание на то что график разряда аккумулятора он ровный четкий без скачков значит аккумулятор и в принципе калибровка его с этой прошивкой сделано нормально epic citadel в игрушки я не смог проверить потому что с 512 мегабайтами этот тест он не запускается выкидывает на рабочий стол далее я тестил gps gps у меня работал смотрите следующим образом когда я его тестил впервые вот вот этот я сделал скриншот это на улице у нас шел дождь и я был в квартире в общем тучи все дела и он не хотел коннектиться потом немножко развинилась прошел дождь и вот как тучи разошлись немножко то он словил gps то есть в принципе gps рабочий спутники ловят точку на карте обозначает но чтобы там похвастать особой мощностью приема здесь такого нет камера в принципе можно говорить то же самое как я про экран меня разочаровала в принципе должны за такую даже за такую цену должны ставить автофокус камеры здесь его нет получается вот 5 мегапикселей камера у нас получается вот такого качества фотографии про фронтальную камеру я молчу там она 2 мегапикселя но в принципе для общения по скайпу этой камеры будет достаточно нужно чтобы говорить о чем-то большим то конечно же здесь нельзя об этом говорить в принципе я рассказал вам основные нюансы этого смартфона давайте разберемся что у него хорошего что плохого смартфон бюджетник 100 105 долларов будет цена в на из наличия в украине с гарантией 5 дюймовый с плохим экраном мне экран не понравился с плохой камерой за эти деньги должны ставить автофокус камеру хотя бы хотя бы какой то чтобы можно было хотя бы листик бумаги а4 формата сфотографировать с текстом и чтобы оно было видно например как в модели же яю f1 мне понравился звук через наушники мне понравился корпус мне понравился комплект и то что в этом комплекте есть оригинальный чехол книжка то есть никакие аксессуары не нужно будет искать плюс а также этот чехол книжка крепится довольно таки удобно как у моделей зо по c2 то есть это вместо основной задней крышки принципе смартфон я не могу сказать что такой самый оптимальный вариант но он имеет место быть для тех кому нужен большой экран единственное вот с какой модель я могу сравнить эту мод это этот смартфон это lenovo a766 там тоже 5 дюймовый экран там тоже в принципе не могу искать что там супер экран он дороже гривен на 200 на 300 lenovo a766 но там есть у камеры есть автофокус и наверное немножко похуже будет там аккумулятор общем это две таких модели два конкурента естественно наверное lenovo будет понадежнее не для ни для кого не секрет что смартфоны lenovo они по качеству в первую очередь берут ну а этот смартфон в принципе вот вот такой вот он какой есть такой я вам его и показал на этом все спасибо большое вам за внимание фотографировать вылаживать видео с камерой не буду потому что считаю это бессмысленным для такого формата смартфона для бюджетника для такого с таким качеством поэтому без видео без фото на этом все спасибо большое всего доброго подписываемся ставим лайки и и и и и и и